Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. Культ Поход. Культ Поход в эфире. Сегодня пятница, последний рабочий день на неделе. И мы вам сегодня дадим прекрасную возможность провести с интересом выходные ближайшие. Потому что у нас есть сегодня и билеты, и пригласительные на те мероприятия, которые в ближайшие дни-то будут проходить. Ну, ведут программу Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Да, на часах 12.07 мы сразу же представляем наших гостей. Это сотрудники драматического театра. Во-первых, Константин Солдатов, художественный руководитель драма-театра. Константин, добрый день. Добрый день. И Татьяна Котвицкая, заместитель директора по организации зрителя театра. Добрый день. Мы уже пошутили на эту тему. Да, надо организовывать зрителя. В данном случае будем организовывать слушателя нашего, чтобы стал зрителем. Ну, по традиции мы, конечно же, начнем с разговора о конкретном проекте, который сейчас реализует театр. Затем с Николаем озвучим те призы, которые сегодня будем разыгрывать. И телефон, сразу напоминаю, 211-101. Можете уже набирать, если кто-то хочет. Обязательно получить пригласительный билет. А, и ждать. И ждать, пока мы зададим наш первый вопрос. У нас же всегда простые вопросы. На самом деле, можно много о чем поговорить с представителями драматического театра. Но мы сегодня тему конкретную избрали. Проект «Театр начинается». Проект для детей, в первую очередь. Когда я впервые прочитал об этом, порадовался. Наконец-то, я сказал себе, театр начал взращивать, так сказать, свою аудиторию. Наконец-то театр открыл вот эти тайные двери, куда мы все с детства хотели попасть. Действительно так? То есть основная цель, да? Да, основная цель, конечно. Конечно, подготавливать молодое поколение на премьере театра, осуществить такую командную работу. Потому что для меня основным мотивом работы в театре является командная работа. Нет команды, нет театра. Ну, для меня лично. И здесь вот на первом как раз вот этом мероприятии мы ощутили вот эту командную работу. Невероятное удовольствие дети получили от процесса. Они познакомились с профессиями, с разными театральными. Ну, перед началом я им и рассказал, какое количество театральных профессий существует. Это же огромный-огромный список. Но есть люди, которые ведут непосредственно прокат спектакля. То есть когда актер выходит на сцену, соответственно, здесь есть рядом и помощник-режиссеры, реквизиторы, костюмеры и так далее. Вот, собственно, этому мы учим детей, что это не только работа артиста, да, театр, но и осветителя, видеооператора и так далее. И вот эта командная работа была осуществлена. Это был замечательный опыт. И мне кажется, наши работники тоже несколько по-другому взглянули на свою профессию и на то, как она может быть представлена для тех, кто с ней не знаком. Ну, уточним, 13 мая, да, состоялась первая встреча как раз-таки с ребятами. Вы знаете, мы здесь сломали стереотип у ребят. Дело в том, что обычно к нам, когда приходят малыши на детские спектакли, как они себя ведут в зале? Кричат, пищат, топают ногами, разговаривают. Кто-то, кто постарше сидят в своих телефонах. А здесь, именно на этом проекте, они увидели, что это работа. Что эта работа, не просто включить звук или свет, а перед этим нужно подругиться. А тут еще множество людей в этом заняты. Они увидели, что, когда они рассаживаются в зале, что есть такая профессия капельдинер, который контролирует это. И они были удивлены. И знаете, результат на самом деле... То есть вот эта тесенька злая, это, оказывается, капельдинер, да? Да. Она злая? В детстве как воспринимаешь? Она не разрешает тебе шуметь, отбирает тебе мороженое. Говорит, нельзя в зале мороженое есть там или еще что-то. Ну, вы знаете, ребята подошли очень ответственно, и они были тоже угрюмые, хурые. Подходили к своим родителям, говорили, уберите телефоны, выключите телефоны. В театре с телефоном нельзя. То есть уже плюс. Да. То есть уже плюс. Сразу такой проявился, да? Да, урок. А как сами сотрудники театра? Вот им же пришлось, видимо, общаться с детьми? Ну, сначала осторожно. Как бы это же не их профессия основная. Для них тоже это был волнительный момент, так же, как для артиста выйти на сцену, встретиться с теми, кто сюда не должен приходить. В том-то и дело, да. И вот когда детки подошли, они, конечно, ответственно очень подошли, они подготовили рабочее место. Потом, после того, как это был такой пилотный вариант, мы там учтем какие-то недочеты. Вот. Но в целом прошло все хорошо, и дальше поступали какие-то предложения, как можно улучшить именно взаимоотношения с детьми. То есть уже от самих участников акции стали поступать предложения, как это улучшить. Что за предложение? Дети получили такие таблички, у каждого было написано гример, художник по костюму, костюмер, реквизитор и так далее. Они пришли сразу на свое рабочее место, им показали, значит, вот этот реквизит нужно передать артисту, вот этот гримировальный столик, этот парик нужно будет одеть на волка, загримировать, носик ему нарисовать. Они взяли, готовили, ждали. И что касается предложения, то вот есть часть, когда мы с артистами, ну, в кавычках, да, с будущими артистами, значит, репетируем на площадке. А в этот момент реквизиторы, костюмеры, они ждут, когда артисты выйдут, и дальше уже им передать реквизит и так далее. Вот как раз по этому поводу было предложение, чтобы устроить для них такую небольшую экскурсию, чтобы это было не здесь уже на площадке, а чтобы они могли все-таки попутешествовать по театру, дойти до цеха, где располагается реквизит, и самим сюда принести. Как раз за это время, пока мы репетируем, все уже будет принесено и будет готово. Чтобы они не просто стояли, ждали, да, вот именно двигались в это время, да? И заодно еще смотрели, как все вот это физически устроено. Заодно с нашими коридорами, с калунками, с калунками, да. Татьяна, что за дети-то пришли, какой возраст, где вы их вообще нашли, сколько их было 13-го числа? Как сказал Константин, это был пилотный проект. Мы решили его опробовать вместе с семьей, изданием. Значит, они активно подключились, собрали аудиторию. Мы собирали абсолютно разные семьи, то есть хотели посмотреть, на всех опробовать. Но, опять же говорю, успех был сразу же очевиден. Разве в плане статуса или чего? Статуса возраста. Были малыши 4-х лет, которые хлопали в ладоши и с восторгом принимали Волка в исполнении. Может быть, там, братика, да, или кого-то из своих друзей. Были ребята постарше, которым уже было, ну, 11-12 лет. Такие более уже спокойные, скептичные такие товарищи уже, да? И с ними подростки. Иной уже надо язык все-таки. Да, но вы знаете, проект абсолютно на всех зашел. Абсолютно у всех был восторженно воспринят. И мы даже получили отзыв от родителей о том, что родители сказали, в сентябре мы с радостью пришли бы, взрослые. Не только с детьми, и сами бы попробовали. Да, и мы уже думаем. Поэтому разработки у нас для взрослых уже посерьезнее, потому что мы здесь репетировали и показывали. Чем можно сделать коммерчески нормальный проект? Красный шапочек мы здесь показывали, да? Да. Так, подождите, то есть следующее только в сентябре будет, да? Потому что лето... Да, мы 31-го закрываем сезон, да. Потом дальше у нас гастроли Казанского театра. Да-да-да, мы говорили. Уходим в отпуск и уже в сентябре начнем по-новому с учетом наших доработок. Да, доработаем за лето и в сентябре запустим уже. А в перспективе в ваших планах вот эти встречи, эти занятия, они должны на регулярной основе? Регулярными, конечно. То есть промежуток небольшой между этими мероприятиями должен быть? Ну, надо сказать, что и в группе нашей записывались люди. Мы, помимо журнала семьи, вот кто пришел... В группе в соцсетях? Да, и в соцсетях мы также вели записи, и пришли люди, им было интересно. Причем мы вначале мандражировали, внутри обсуждали, что многие хотели быть... Ну, конечно же, детей записывают, пусть она будет красной шапочкой, а ей удастся выйти на сцену. Мы на эту тему как бы обсуждали. Но я когда выбрал детей, там их как раз около 20 оказалось, вот, я спросил, потому что 20 человек принимали участие вот в этом мероприятии, дети. Ну, практически группа взрослых. Группа детсадовская, классная. Ну, и плюс взрослые, да. Вот, я у детей спросил, а кто хочет быть артистом? Вот, несколько человек подняли руки. А кто хочет быть осветителем? Два человека. А кто хочет быть звукооператором? То есть это наше, знаете, такое обманчивое представление о том, что там все хотят бежать на сцену, играть артистов. Вот, а они хотели именно попробовать себя видеоинженером, там, реквизитором. Девочка захотела быть костюмером. Вот, парень захотел порисовать, гримером хотел быть. И он, кстати, очень хорошо справился. И вот это вхождение в роль, это же такая ролевая история, да? Вхождение в роль произошло моментально. Они сели, сразу взяли текст, посмотрели там на монитор, что у нас будет, реплики отмечали. Ну, это те, кто артисты. И артисты, и операторы. Вот, и я увидел, ну, я посмотрел там за кулисами зеркало было, девочка надела чепчик бабушке, значит, передничек, вышла к зеркалу и начала пластику пробовать, начала кашлять, как бабушка. Вспоминать, как своя бабушка кашляет, да? И она, кстати, она сделала это очень хорошо. Вот девочка, которая играла бабушку, причем она хотела быть красной шапочкой, расстроилась дико, что ей другая роль досталась. И за это прекрасно сыграла бабушку. Она прекрасно сыграла бабушку, да, да, да. Ну, такое ощущение, да и, наверное, да, это действительно так, нет границ просто. Это праздник такой, да. Можно расширяться, расширяться, там, мастер-классы давать, да? Мастер-классы... Мы приглашаем на открытые репетиции. За этот год мы, конечно, провели огромное количество таких мероприятий для зрителей. То есть мы открываем двери и запускаем их в святая святых, что называется. Но это такой нормальный процесс, потому что зрители должны понимать, как это происходит. Тогда они совершенно на другом уровне уже смотрят, как подготовленные настоящие зрители смотрят спектакли. Ну, было бы, наверное, здорово, если бы это все превратилось, да, действительно, на постоянной регулярной основе, когда люди знают, что в определенный день, в определенный час, вот есть такое детское время такое есть, да, в драматическом театре, можно записывать и приходить туда. Да, да. Там в перспективе только одна возможность будет записываться через соцсеть или как-то еще? Нет, я думаю, что мы полностью будем прорабатывать этот вопрос и вообще хотим запускать полномасштабным проектом. Поэтому различные формы будут. У нас идет, люди записываются на экскурсии, то есть они проходят, как мы осенью запустили с Антоном Касановым драматур. Так до сих пор он пользуется популярностью. Каждый там понедельник проводятся экскурсии по театру. Ну, значит, небольшая пауза, и скоро мы непосредственно уже приступим к нашей викторине. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Разговором о проекте «Драмтеатр. Театр начинается». Мы начали культ поход. У нас в студии Константин Солдатов, худрук Кировского драмтеатра, и Татьяна Котвицкая, замдиректора по организации зрителя данного театра. Позвольте, мы сейчас озвучим с Николаем те призы, которые сегодня будем разыгрывать, и уже к вопросам. Вопросы первые у нас, как обычно, гости будут задавать. Итак. Ну, понятно, что драмтеатр, да, у нас сегодня представители драмтеатра. Мы разыгрываем пригласительные билеты на спектакли драматического театра. 21 мая «Клинический случай» в 17.00, 16+. И 27 мая «Клятвенные девы» в 17.00, 16+. За правильный ответ вы также можете выбрать еще и билеты в театр «Нас спасской». 28 мая, 6 вечера, спектакль премьера «Неуместная красота», 14+. Ну, и, конечно же, это всегда, как у нас бывает, пригласительный билет на две персоны на любой фильм в кинотеатре «Киномакс». Книжки, Николай, продолжайте. Да, книжки у нас сегодня. Между нами ровно посередине лежат. Лежат, но вот я потянусь, потому что вот книга «Возраст», она мне очень уже нравится, уже вторая передача, она не разыграна. Это полезная познавательная книга, так сказать, о семи теориях преодоления старения, да. И суть ее в том, что старости как таковой не существует. Это выдумка слабых духов и оправдание ленивых. Я с этим совершенно согласен. Вот если бы я участвовал в викторине, то книгу я обязательно бы выиграл. Ну, а я сейчас держу в руках книжку под названием «Елка из школы с любовью» или «Дневник учительницы», автор Ольга Камаева. Дискуссионная и откровенная книга о буднях молодой учительницы истории. Много правды, искренности, любви, сомнений, открытий, неожиданный финал и возможность остаться равнодушным. Вот мне почему-то вспомнился фильм не так давно вышедший «Хороший мальчик», там тоже вот про школу. Смотрели, кстати? Очень какую-то там известную премию фильм выиграл. Ну, ладно. Ладно. У меня вот очень серьезная книга. Она называется так здорово, так все любят братьев Стругацких. Но книга, на самом деле, очень серьезная. То есть, основываясь на художественном наследии братьев Стругацких, автор раскрывает политико-философское содержание их творчества. Но я вот полистал, конечно, я бы тоже с большим удовольствием такую книгу, думаю, имел. И эти и другие книжки вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская улица 65, торговый центр «Театрой» и Ленина 103А, торговый центр «Крым». У нас, как всегда, есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса». Дмитрий Шилеев как-то сегодня не вышел у нас на связь в эфире. А мы, я думаю, попытаемся в конце часа еще набрать. Выставка у них идет прекрасная и веселая очень общество потребления «Планета Земля». Там ограничение всего лишь 6+, очень веселая и радостная картинки, несмотря на такую серьезно заявленную тему. А также выставки краски «Средиземноморья» продолжается. Можно получить пригласительные билеты на эти выставки. Да. Есть сегодня еще и билеты в Гауди. Прямо сегодня, 19-го числа, в 8 часов вы можете отправиться на концерт Виктории Масленниковой, «Лаунж Дуо» 12+. В среду будет трибют Джококера, в честь его дня рождения там будет Гарри Горсбенд, который недавно был у нас в прямом эфире. И другие музыканты. И другие музыканты Кирова, да. Ну и также в воскресенье в Гауди «Джазовый джем» с участием московского гитариста Никиты Савинсова. В 19.00 вход свободный. 211-101. Еще раз напоминаю номер нашего телефона. Ну что, Константин, Татьяна, кто будет задавать вопрос? Первый, Константин Солдавов. Ну, давайте первый вопрос задам. По ярмарке, Константин. Да. Вопрос, как мне кажется, простой, потому что мы сообщали об этом в СМИ. Какой из спектаклей театра попал в лонглист «Золотой маски»? Напомните, срок, когда это было? Когда он попал? Да. Это было осенью. Ну, то есть, собственно, это спектакль прошлого года. Соответственно, подводили результаты за 2016 год. 2016 год. Название спектакля. Название спектакля надо будет назвать, да. И тот, кто назовет тот спектакль драматического театра, который попал в лонглист премии «Золотая маска», тот получит тот приз, который хочет. Кстати, между прочим, вы знаете, даже неожиданно очень быстро позвонили. У нас много слушателей, которые выбирают билеты из театра, их можно считать. У нас, в принципе, да, и аудитория-то соответствующая. Слушаем вас, алло. Слушай. Представьтесь, пожалуйста, сначала. Алло. Алло, алло. Да. Николай, да, Николай, да, 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 говорите. По-моему, это был спектакль по одной, постреливой даме. Нет, нет, к сожалению, нет. Не угадали. Не угадали. А попробуйте еще раз. Там сюжет был не этого века. А, сюжет был не этого века. Не этого века. Нет, ну, давайте, Николай, все-таки мы... Это уже очень срочно вы сказали. Мы еще ждем звонков. У вас пока не получилось. Спектакль драмтеатра, который попал в лонглист. Театральной национальной премии «Золотая маска». Театр пользовался, напомним, успехом спектакль? Спектакль, да. Много людей посмотрело? Ну, не скажу, что много, потому что у него такая непростая судьба, у этого спектакля. Не буду рассказывать о всех причинах, почему мы его сейчас не играем. Но я надеюсь очень, что мы его восстановим. Есть такая идея, все-таки возразить на сцене драматический процесс. То есть заодно и подсказка. Сейчас в репертуаре театра этого спектакля нет. А звонок у нас опять есть. Добрый день. Убавьте приемничек ваш, пожалуйста. Здравствуйте. Андрей Жигалин, видимо. Да, да. Все понятно. Вы все знаете, Андрей. Ну, насколько я помню, это старший сын. Да. Да, спасибо. Вы посмотрели, Андрей, спектакль, да? Вам понравилось? Ну, да. Ну, хорошо. Не будем задерживать больше вас. Определяйтесь с призом. Ну, книгу про Стругацких. Книгу про Стругацких. Отлично. Как могло быть иначе, Андрей? Не кладите трубочку, вам объяснят, как вы эту книжку сможете получить. Татьяна, следующий вопрос вы задаете. Давайте я задам. Сегодня утром во всех интернет-постах, на интернет-порталах появился розовый медведь, который пытается залезть в фонтан на театральной площади. Мой вопрос, к чему бы это? Так, на театральной площади. Я еще не в курсе. Я еще не просматривал в соцсети с утра. Да, я вообще в соцсети не хожу, поэтому мне еще проще живется. Розовый медведь. А когда это дело-то было? Пытался вчера. Вчера. Вчера его поймали. Его еще и поймали, к тому же, да? Конечно, конечно. Поймали его, когда он пытался залезть в фонтан. Первый поймали розового медведя, который пытался залезть в фонтан на театральной площади. Что бы это значило? Но, видимо, вопрос звучит неспроста. То есть, есть тут такая подопрога. Это, безусловно, связано с нашим театром. Безусловно. Вспоминайте, где драмтеатр находится, где фонтан. Уже есть гипотеза, давай послушаем. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Наталья. А, Наталья, ну вы регулярно принимаете участие в культпоходе, да, Витя? Стараемся. Да. Отвечайте. Я думаю, весна, наверное. Почему-то это? Весна, конечно, весна, но это ответ неправильный. Ну, это, скажем так, ответ правильный, но не точный. Но не точный. Но не точный. Может быть, попробуем, Наталья, уточнить немножко, как-то связать это вот с нашими гостями и с драматическим театром. Ну, предположите. Ну, давайте, пять секунд. Смелее. Четыре. Ну, кастроли приезжают к Казанскому театру. Спасибо. Спасибо. Ждем еще звонков. Неожиданно «Розовый медведь» оказался неразгадываемой загадочкой. Ну, давайте мыслить логически. Хотя, может быть, здесь и нет логики. Логика, логика как раз-таки есть. Да, театр, театральная площадь, драматический театр. «Розовый медведь». Полез в фонтан. Ну, подсказка, подсказка. «Розовый медведь». Репертуар. Ну, это связано с репертуаром. Конечно. То есть человек, который хочет ответить правильный этот вопрос, может зайти просто в свой гаджет, посмотреть репертуар театра. Ну, я иду на сайт, нажимаю «Репертуар», нажимаю, просматриваю. Вам рекомендую, наши слушатели, если есть у вас такая возможность сейчас там просмотреть. То есть это связано со спектаклем. Это, конечно, связанность с теми спектаклями, которые мы выпускаем. И кто отслеживает наши премьеры. А премьера будет? И новости. Премьера будет вот-вот, да? Премьера уже была. А, уже была. Была вот-вот. Подсказочки. Премьера уже была вот-вот. Ну, мы вообще уже подсказали, что только можно. 211-101. Ну, слушай, с такими подсказками понятно, что уже звонок есть. Здравствуйте. Здравствуйте. В эфире как вас зовут? Елена. Елена. Ну, ваша версия о появлении розового медведя у нас на Театральной площади. Ну, возможно, это связано с какой-то премьерой. Так мы об этом говорим. Сказали, а вот вы бы сказали еще с какой. Может быть, так и называются розовые медведи. Нет, это было бы просто. Татьяна, видимо, очень сложный вопрос. Вы задали для кировчан. Ну, я думаю, что за последние полгода сколько у нас премьер было? Достаточно много. Ну, давайте ограничимся. Ну, давайте подсказку. Одна из последних премьер. Одна из последних премьер. Да. Ну, по-моему, там человек без гаджета сейчас у нас на связи. Да? Да, потому что как бы я не слышу щелканья. Елена, пять секунд вам даем. Да. Да, еще вариант. Одна из последних премьер. Одна из последних премьер. Как называлась в драмтеатре? Нет, я не знаю. Ясно. Ну, что ж. Ну, давайте еще подождем. Кто-нибудь другой пусть попытает. 211-101. Одна из премьер. Так. Почему именно «Розовый медведь»? Спрашиваю я тогда. Кого ты спрашиваешь? Ты хочешь, чтобы они сами отвечали на свой вопрос? Мы тогда ответим на вопрос. А, тогда ответим. Конечно. То есть «Розовый медведь» непосредственно на связан с этой постановкой? Да. Тогда они заберут самую хорошую книгу, которая здесь на столе. Я не хочу этого. Хороший вариант. Да. Между прочим, я понимаю, здесь часто очень гости смотрят. Я сам на них смотрю постоянно. Классные книги. 211-101. Звоните. Звоните. Одна из последних премьер. Именно с этим связана вот этот что-то перформанс. Да. Ну, вот я думаю, третий вариант уже точно будет точным. Слушаем вас. Алло. Алло. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я думаю, запрещенный роман. Да, абсолютно верно. Абсолютно. 18-25-1825-й или запрещенный роман. А Юлия, он ушел. Очень хорошие спектакли. Я сходила, посмотрела. Спасибо вам. А Юлия, она ушла у нас после первого часа. Она как раз была. А Юлия, она была у нас совсем недавно. Там же сидела, где сейчас вы сидите, Константин. Автор, собственно. Автор, да. Ну, что вы хотите? А скажите, пожалуйста, вот в драмтеатрах какие еще есть? Клинический случай и Клятвенные Девы. 21-27 мая. Ну, давайте на Клинический случай. Клинический случай 21 мая. Без проблем. Без проблем. Но там 16 плюс, так что вы смотрите. Паспорт у вас есть уже? Не кладите, пожалуйста. А вы Клятвенные Девы еще не смотрели у нас? Нет. А Клятвенные Девы когда? Рекомендую вам. 27-го. 27-го мая. А давайте тогда на Клятвенные Девы. Ну, хорошо. Ладно. 27-го мая. Это на малой сцене спектакль, да. Это премьера. Раз говорит худрук, значит, надо идти. Тут просто нет вопросов. Не кладите на нашу друк. Вам объяснят, как сможете получить этот билет. Пора нам на рекламу, да, удалиться на небольшую? Да, небольшую. Затем уже музыкальный вопрос будет. Да, вообще, да. Но я тоже в долгу не останусь. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культпоход. Сегодня в Культпоходе мы общаемся с Константином Солдатовым, худруком Кировского драмтеатра. И с нами еще Татьяна Котвецкая, замдиректора по организации зрителя драмы. Я смотрю на сайте 1 июня премьера будет. Можно пару слов о ней? Вечный двигатель. Вечный двигатель. Музыкальные приключения для детей и их родителей. Ну, понятно, с чем связан Международный день защиты детей. Давайте анонсируем. Да, значит, это спектакль по мотивам стихов Николая Усачева. Замечательный детский поэт. И мы делаем такой шумовой оркестр. Это, знаете, я просто отец двоих детей. Какие, я, кстати? Какие, я, кстати? Да, когда им было 2-3 годика, мы выставляли коробочки, кастрюльки, то, что нашли на кухне. Вот, брали какие-нибудь палочки, венички и начинали создавать шумовой оркестр. Вот, собственно, идея этого спектакля, чтобы стихи послужили как бы таким мотивом или отправной точки для такой ритмической импровизации. Поэтому зритель увидит такое шоу для детей. А зрителям кастрюльки родить? Ну, вот мы, да, делаем такой интерактив, чтобы и дети могли тоже поучаствовать в создании ритмического рисунка. То есть дети услышат замечательные стихи, увидят вот эти ритмические импровизации, и все это будет похоже на музыку. Потому что музыка вокруг нас, то есть это основная идея. А вечный двигатель — это тот самый ребенок, который сидит внутри нас. Как раз одни из стихов посвящены тому, что вечный двигатель, вечный прыгатель, бегатель, толкатель, хвататель и глотатель. Это вот этот самый маленький ребенок. — Ребята, какого возраста? На кого рассчитаны? — Ну, мы обозначили как 6+. Но я думаю, детям младше тоже будет интересно. И мы их не напугаем резкими и громкими звуками. Поэтому формат даже где-то мы обозначили, что это такой урок, необычный урок музыки для детей. — Ну да, действительно необычный, да. Идем дальше. — Ну что, моя очередь. Ну, раз о музыке заговорили, я всегда вопрос музыкальный задаю. И сегодня я хочу вспомнить про Чака Берри. Мы вспоминали недавно его. К сожалению, в марте этого года он скончался в возрасте 90 лет. Что, кстати, удивительно для человека с такой биографией, так долго прожить, знаете, два срока тюремных и много всего прочего. Ну, до сих пор человек занимает пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен, так сказать, народов по версии журнала «Роллинг Стоун». Но я просто хочу такую странную особенность его творчества напомнить, что все его вещи, они издавались там в 80-е годы, когда негритянская музыка еще не входила в национальные хит-парады и так задним планом проходила. А потом они оживали через много лет либо в исполнении других артистов, либо в каких-то кинопроизведениях. Вот первый фрагмент, который я попрошу включить нашего режиссера, как раз связан с таким вот оживанием. Это буги такой заводной, он записал в 64-м году, кстати, когда сидел в тюрьме, эта пластинка вышла, она не была особо популярна, а вот ровно через 30 лет она вдруг стала суперпопулярной, потому что попала в фильм Квентина Тарантино, да? Криминальная. Тихо. Тихо. Вопрос, собственно, очень простой, конечно. Да, вопрос очень простой. Это фильм Квентина Тарантино, один из трех, вот я вам подскажу даже. Это были бесславные ублюдки, это были бешеные псы, или это было криминальное чтиво. Тот ответит, тот получит наш принц. Вопрос на внимание теперь уже, да? Да, на внимание. Вообще в этом фильме уникальная просто подборка композиций. Ну вот. Не только артистов. Ну, как ты думаешь, да, вот я вот тоже думал, через секунду позвонят или через три, через три позвонили. Добрый день. Добрый день, это опять Николай. А, Николай, здравствуйте. Ну что, в каком фильме? Добрый день. Попытка реабилитироваться, да, видимо? Не, это Чак Берри вообще великий человек. Безусловно, да. Ну а фильм-то как называется? Это из криминального чтива Урма Турман и этот... Совершенно верно, да. Такой кусочек французской новой волны в этом фильме, знаете, классный, классный совершенно буги. Отлично, ответ правильный. Что бы вы хотели получить? Фильм посмотреть. Фильм посмотреть? В Киномаксе? В Киномаксе все-таки вы сегодня предпочтете. Ну так что ж, в этом никаких проблем нет. Криминальное чтиво будете смотреть? Криминальное чтиво хватает жизни. Тоже верно. Хорошо, не кладите трубку, пообщайтесь с нашей помощницей, она вам объяснит, как получать эти билеты. А, кстати, вот... Кстати, Володь, ты не увели, сейчас твоя очередь будет вопрос задавать, да? Нет, я сейчас задумался о том, что, а не пора ли ремейк какого-нибудь криминального чтиво снять? Все-таки сколько, уже 20 лет прошло, да? 20 лет прошло, но, по-моему, фильм до сих пор прекрасно выглядит. Хорошо, ну, я, может, сейчас огорошу вас своим вопросом, потому что он у меня ни с театром, ни с музыкой не связан, я просто заранее заглянулся. Просто спросить хотел с утра, да? Да, просто хотел с утра спросить. Сегодня еще упоминаются другие даты, вот, я впервые в своей жизни узнал, что сегодня, 19 мая, отмечается День Русской Печки. Вот так вот. Что ж, я не знал-то с утра. Поздравляем День Печки. Поздравляем Русскую Печку, да, поздравляем Русскую Печку в среднем. Известно, что Русская Печь, она состоит из разных частей, да, ведь и каждый имеет свое специфическое название. Там, горнила, устье, шесток, вьюшка. Есть такое слово, оно иногда используется вот в какой-то перепалке словесной, да, между людьми. Слово это хайло. Дозвонитесь 211-101. И скажите, что это такое? Что это за часть такая у Русской Печки под названием хайло? Ну, мне печка нравится, у меня большая часть жизни связана с ней, потому что жил в доме с Русской Печкой. Понятно. Из самого слова по себе интересно. А может быть, кому-то и твое хайло нравится, понимая хайло. Ну, вот решил я себе повеселить и себя, и гостей, и наших слушателей. Ну что ж, тогда ждем ответа, что такое хайло. Да, кстати, самому интересно, я его не помню. 211-101 ждем. Хотя вроде детство провело в Русской Печке. Вот так вот решил я вас сегодня озадачить. Ждем 211-101. А как этот день отмечается, празднуется? А вот вообще, я тоже, да, задаю сейчас себе такой вопрос, потому что много очень дат, которые непонятно, как отмечать. Ну, сейчас давай сначала узнаем, что такое хайло, а потом спросим, может быть, как его праздновать правильно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Зовут Михаил. Михаил, да. Попытаюсь ответить. Где вот это? Я думаю, что это в Русской Печке, ну вот, как он называется, вход, куда дрова кладутся. Куда дрова кладут, это устье называется, там, где топка располагается, это горнила. Да, я думаю, это. Вот, вот вы правильно, да, здесь рядышком. В ту сторону смотрите, да? Нет, надо смотреть вверх. А, надо смотреть сверху? Нет, надо смотреть вверх, повыше, повыше. Снизу вверх надо смотреть, я бы сказал. Ну, тогда куда выходит дым? Во, во, все верно. Вот та часть, откуда вот когда дым всасывается, да, в трубу, и вот начинает только-только подниматься вверх, вот это называется хайло. Что к чему? Почему именно это место? Нет, другой вопрос, скорее, почему именно вот это место стало вот таким переносным понятием? Вроде из людей дым-то не идет, откуда это взялось, да. И самое главное, что оно не закрывается. Не закрывается, да. Хайло не закрывается. Закроем. Закроем. Это с этим связано, да. Наверное, да. Да, да. Ладно. Зачитываем ответ. Выбирайте, выбирайте, что хотите получить? Билеты в драмтеатры, если можно. Получается, на клинические случаи, да? 21 мая. 21 мая клинические случаи. Хорошо накладите трубку, наша помощница объяснит, как получить. Идем дальше. Давайте задавать вопросы. Забудьте про хайло. Татьяна? Давайте. Я задам вопрос, связанный с нашим репертуаром и с музыкой. Есть такой замечательный вятский композитор. И на днях, кстати, исполнилось бы ему 80 лет. На днях откроют мемориальную доску в первой детской музыкальной школе как раз. По мотивам его музыки создан спектакль «Дядюшкин сон». Вот вопрос, фамилия этого композитора. Да, если вы слушаете эхо регулярно, то мы регулярно, вернее, неоднократно, да. Потому что говорим ли мы о нашем музыкальном колледже, говорим ли мы о первой детской музыкальной школе, говорим ли мы вообще о композиторах вятки, мы все равно его фамилию упоминаем так или иначе. Он, по-моему, еще почетный граждан Кировской области, если не ошибаюсь. Или Кирова. Или города Кирова, могу ошибиться. Но ушел из жизни. Ну, 21 мая исполнилось бы 80 лет. 80 лет, да. 211-101, дядюшкин сон. Фамилию вятского композитора, кировского композитора. По-моему, самого известного из наших, если не читать Чайковского, который так, условно говоря, родился в Вятской губернии. Который сейчас не входит. В городе, который сейчас не входит в Кировскую область. 211-101, очень легкий, на наш взгляд, вопрос. Да, ну, по-моему, сейчас будет сразу правильный ответ. Давай послушаем. Алло. Да, добрый день. Я хочу ответить на мой вопрос. Это Владислав Казенин. Владислав Игоревич Казенин. Безусловно, да. А вы были на нашем спектакле, дядюшкин сон? Я не была. Вот как раз я хочу на него попасть. Приходите обязательно. Закрыть сезон на 31 мая. То есть это мы таким бонусом еще даем. А как вас зовут, мы не выяснили еще. А, Валентина. Валентина. Валентина, пожалуйста, пообщайтесь сейчас с нашей помощницей. Пусть наша помощница запишет ваш номер телефона. Хорошо? Благодарю. По которому можно будет с вами связаться. Отлично. Ну что, от Татьяны вопрос еще? Конечно. Нет, к Николаю? Нет, или опять ко мне? Нет. Ну тогда еще одна песенка будет Чака Берри, которая тоже ожила через много лет в фильме. Только она и была записана чуть пораньше, и фильм вышел чуть пораньше. Попрошу просто фрагменты выключить. Песенка называется «Джонни бегут». Записана она была им в 1955-м аж году, а в 1985-м году вдруг в фильме, в прекрасном совершенно исполнении она прозвучала, и фильм стал суперпопулярен, и песня эта снова вернулась в хит-парад. Как назывался этот фильм, вопрос? Это был фильм «Назад в будущее»? Он по-прежнему называется. Этот фильм был «Земля будущего» или этот фильм был «Гость ей из будущего»? Вот в каком-то из этих фильмов эта песня прозвучала. И, кстати, в титрах даже был указан автор вовсе не Чак Берри, а персонаж этого фильма. Который как будто бы ее сочинил и по телефону напел в свое прошлое. Не обращал внимания, кстати. Так, да обрати внимание, куда будешь смотреть. Я знаю, часто его смотришь. Ну, как назвался этот фильм? Здрасте, как зовут вас? Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Узнал с первых аккордов. Ну, конечно. «Назад в будущее». Совершенно верно. Это фильм «Назад в будущее». А песенка «Джонни бегут», она, кстати, до сих пор занимает в хит-параде «Роллинг Стоун» первое место в рейтинге величайших гитарных песен. Да, и как... Заслужено, по-моему. «Двоеуродный брат» звонил Чаку Берри, вот ты говоришь «Словое отгущение», вот оно, послушай. Такая классная песенка, слушай, послушай. Это тот момент в фильме, когда Майкл Джей Фокс вышел на сцену в том самом будущем и отжел. И вот как раз Майкл Джей Фокс записан как автор в титрах фильма. Ну что ж, вы совершенно правильно ответили. Что вы хотите получить? Может быть, Колизей или там Киномакс? У нас был Киномакс, но больше нет. У нас остался театр нас с Паской, у нас осталась Грия Прогресса выставки. Книга про возраст. Книга про возраст прекрасная, у нас книга «Елка» прекрасная осталась, очень веселая. У нас остались концерты в Гауди Холле, то есть и Виктории Масленниковой, и трибьют Джо Кокера, кстати, совершенно красного вечера. Давайте, наверное, театр нас с Паской. Театр нас с Паской, 28 мая. 28 мая, 18.00. Неуместная красота, премьера, кстати. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашей помощницей. Володь, да, ты сегодня нас уже сильно удивил. Я пойду дальше по 19 мая. Сегодня не только день русской печки, сегодня еще и день соседей. Причем называется европейский день соседей. Праздник возник во Франции, в Париже, если не ошибаюсь. Его цель объединить, собственно, людей, которые живут рядом с друг другом, чтобы не обратили друг на друга внимание, поздоровались, пообщались, попытались решить совместно проблемы. Вот я хочу сейчас тоже этим же самым заняться и попросить нашего слушателя, тот, который сейчас дозвонится, поблагодарить своего соседа или соседку за что-либо, за помощь. Рассказать, какой сосед замечательный. За солью, за спичками можно сходить. Вот именно... Короче, похвалить своего соседа. Похвалить. Да. Кто похвалит своего соседа лучше всех, тот получит следующий приз нашей программы. 211-101. И, кстати, у нас не так много времени остается. Да, так что... До конца. Ну и давайте еще раз скажем, что у нас в Гаузе есть, да? Сегодня концерт Виктории Масленниковой. В среду 24-го трибют Джо Кокера. Галерея прогресса. Две выставки. Да. Две книги. Общество потребления планеты Земля и краски среди на море. И две книжки, да? Осталась ёлка и остался возраст. И, по-моему, всё уже. Но всё равно выбор достаточно большой. Что? Никто не хочет доброго слова про соседа сказать? Никто не желает благодарить соседа своего? А нет, вот кто-то есть уже. Или есть. Нашелся смельчак. Алло. Алло. Да, добрый день. Как зовут вас? Говорит, реабилитироваться. А, Наталья. 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 Наталья, да? Да, у меня очень замечательная соседка есть, Елена Викторовна. У неё всегда можно занять соль. В любом случае, если попросить совета, она всегда поможет. И всегда подскажет. Поэтому большое ей спасибо. Прекрасно. Хорошо. Кстати, говорят, что соль нельзя занимать. Соль нельзя занимать? Соль только можно брать. То есть без отдачи? Да. То есть отдавать не надо. Да, отдавать не надо. То есть в следующий раз прям с напором. Дай соли, не вернув. Дай соли. Дай соли. Ну, Наталья, мы только что озвучили, что у нас ещё осталось. Определяйтесь. А можно книгу? Конечно. А какую? У нас остался возраст и осталась ёлка. Ёлка. Дайте ёлку. Конечно, ёлку. Возраст мне останется. Это про из школы с любовью или дневник учительницы. Хорошо. Не кладите трубку. Наш помощник сейчас объяснит вам, где эту книжку заплатят. Приходишь к соседке с блюдом и говоришь, посоли. Посоли. Да. Это, кстати, вариант. Кстати, вариант, потому что оттуда точно уже сдачи нет никак. Ну, на этом мы завершаем уже программу Культпоход. Времени уже не остаётся. Но, как мы выяснили, драмтеатр уходит скоро на каникулы. Ну, перед этим он ещё даст 1 июня шумную премьеру. Да. Удачно отдохнуть. Хорошо отдохнуть. Спасибо вам огромное. С новым пламмом. Приходите к нам. Культпоход завершается. Николай Голиков. И Владимир Смитальев. Я не прощаюсь. Вернусь через 20 минут в программе «Сделанная в Вятке». А я вернусь в понедельник. Мы там про день пионерии поговорим там сегодня. Так что, всем хорошей пятницы. Культпоход.